Добрый день, дорогие друзья! Сегодня тема «Экология как фундаментальная биологическая наука, взаимосвязи в живой природе, круговорот не воды в природе, а еще другой круговорот вещества в природе, как формируется почва, почему современные почвы бедны в плане микроэлементов, ну и многое чего в этом роде интересного. Итак, экология. Что такое экология? Многие говорят, что экология — это защита окружающей среды, это борьба за сохранение чистоты природы против загрязнения и так далее. Это неправильно. Но это и правильно, и неправильно. Это как бы производная от сути экологии. А что такое экология? Это биологическая наука, изучающая взаимоотношения между собой и с окружающей средой. Она изучает надорганизменные системы различных уровней. Ни человека, ни животное отдельно взятое. Этим занимаются науки физиология человека, физиологии животных и прочее. А эта наука изучает надорганизменные системы, такие как популяции, то есть система организмов одного вида, или цена популяции. Это то же самое, только среди растений, не животных, а растений. Другое царство. Так, значит, что еще? Она изучает такие крупные системы, как биогеоцинозы. Это где и растительный, и животный мир на определенной географической территории. Изолированный, неизолированный. Ну и как следствие, производные по сути этой науки, являются так называемые, ну, вместе они смежные, как вот эволюция. Хотя, в общем-то, это отдельная тема. И уж скажу, коль коснулся этой темы, что эволюции в том плане, как ее нам преподносят, основываясь на догадках Дарвина, конечно, не существовало. И также наука экологии изучает самые крупные системы на нашей планете. Биогеоциноза называется это экосистема биосфера, то есть планета Земли, в целом вся флора, фауна и микромир. Теперь, это все не хаотично, как вы можете понимать, да, а все взаимосвязано между собой, высшей какой-то идеей, высшей информацией и планом. То есть, конечно, все это не случайно самоорганизовалось. Это очень сложный труд. Это, ну, в общем, конечно, это творение. Человек многие столетия пытается противостоять природе, но все эти противостояния, включая, например, изобретение различных химических препаратов, современной химической пищевой промышленности, это, конечно, губит природу, и никогда человек лучше, чем уже все есть в природе, не создаст. Я имею в виду лекарственные препараты, ни одна химическая фарминдустрия не создат более действенные вещества, чем те, которые есть в живой природе. Просто человек уже не помнит или забыл, или не хочет знать и не хочет изучать этот мир. Я имею в виду, например, растительный и, например, царство грибов. Потому что есть такая наука фунготерапии, это наука о высших базидиальных грибах. Зная это, можно лечить многие болезни, которые считаются неизлечимыми, особенно комбинируя такие науки, как фунготерапия и фитотерапия. Но фитотерапия – это наука о растениях, о свойствах лечебных растений. Поэтому, зная ритмы человека, его биохимию, биологию, питание, изменив человека близкое к видовому, к естественному, адекватному питанию, зная, какие болезни, можно, применяя все эти методы, убрав максимально из своей жизни все вредные факторы, которые воздействуют отрицательно на наше с вами здоровье, можно вылечить практически любую болезнь. Ну, естественно, имея настрой позитивный, а он должен основываться на знаниях и на разуме. Теперь, итак, если люди пытаются, ну, то есть ученые определенные, найти и изобрести, создать что-то, то, что есть сильнее и эффективнее, это заблуждение даже с точки зрения философии и идеалектики. Потому что, если бы этого боли уже существующего, для того, чтобы человек, например, был здоров, или чтобы он вылечился, не было бы в природе, то не было бы и самой природы. Это диалектика. Вот, поэтому это истина. Что касается теперь, давайте экологии дальше. А что еще изучает наука экологии? Она изучает пищевые, то есть трофические сети и цепи. Цепь — это как бы прямое для понимания человека, для изучения с нуля. Та самая пищевая цепочка, чтобы он понял принципы. А пищевые сети — это вся сложность взаимоотношений разных организмов, животных, растений между собой. Вся эта гамма, чтобы понять вот сложность этого мира и интерес этого мира. Также экология занимается накоплением и передачей вещества в природе. Формированием почвы, хотя есть такая отдельная наука, как почвоведение. Но это тоже экология. Часть ее просто более усугубленная, узкоспециализированная тема наука. Так же, как, например, физиология — это наука. Или, скажем, биология в целом. Но ведь среди биологии много есть, как бы, так сказать, разновидностей под наук, что ли. Например, цитология изучает строение клетки и функционирование. А как можно знать физиологию, не зная цитологии? Правда? Так же нельзя познать мир, в котором мы живем, что это за мир, если мы не будем знать, что такое экология, как наука. Ну а поскольку надо этот мир сохранить, и себя человека в нем не потерять, и понять, кто мы, как мы гармонично должны в нем существовать, но чтобы не разрушать друг друга, а напротив, то, о чем Вернадский говорил, вот это учение о ноусфере, то есть сфере разума, это как бы гармоничное существование биосферы, всей живой природы, и техносферы, той сферы, которую создал вокруг себя человек механизмами и промышленностью различной. Это возможно. Об этом писали в свое время и Генри Форд, как это можно сделать и как нужно. Умные люди, как бы понимающие, что, как должна вообще быть жизнь. Так вот, без науки и экологии этого не понять. Я ее еще изучал, так сказать, там в 80-х годах. Она уже тогда была обособленной наукой биологической. А вот защита окружающей среды, это как бы прикладное. То есть то, как это надо сделать, чтобы не губить природу, но зная, соответственно, зная, что устроено и как в природе. Итак, давайте разберемся и перейдем плавно, собственно, к главным, ну, к одним из главных причин болезней. Да, ну, я не буду сегодня, наверное, рассказывать, хотя если будут вопросы, я могу ответить, но все вы, наверное, я знаю, ну, думаю так, люди подготовленные, по крайней мере, знаете, что первопричины болезней, не вторичные, когда поражение идет грибками, низшими микромицетами, я имею в виду дрожжевые плесневые грибки, батритис, аспергилиус, вирусами, простейшими протозоидами, типа там различных лямблей, например, да, там хеликобактер, бактериями, вирусами. А это вторичные причины. А первичная причина, которая ведет к ослаблению иммунитета, к тому, что вот эти паразиты и плюс простейшие и так далее могут взять вверх, как бы из латентной формы выйти в активную, и уже болезнь явно проявляется. Вот это, что такое первопричина? Это накопление гнойных токсинов и трупных ядов в организме человека в тех количествах, которые уже не могут вывестись из организма нашими выделительными системами. Они накапливаются в организме и вызывают изменения обменных процессов, а главное, если яды накапливаются, особенно в клетке, а в клетке это уже в виде каоцерватов, таких пузырьков с гноем, маленьких просто. Это подтравливает, скажем так, это меняет передачу наследственной информации при бесполом делении клетки. Просто процесс метоза от деления к делению образования новых клеток накапливаются ошибки всегда. Но чем больше, чем быстрее они накапливаются, тем быстрее возникает онкология, потому что конечная стадия аномального деления клеток это и есть образование вот этих аномальных клеток, так сказать, раковых. Но это грибки. Это все есть подробно в моих лекциях. В рамках вот этих 40 минут невозможно все это объяснить, поэтому я советую обязательно посмотреть мои такие лекции, как онкология, такие по грибкам, все, что касается. Но это как минимум, хотя и по паразитам, ну и, конечно, по пищеварительным и другим отдельным системам организма. Кровеносная, кроветворная, дыхательная и прочее. Теперь перейдем дальше. Ну вот смотрите, как все в природе происходит. Постараюсь это очень просто и доходчиво объяснить. Плодородный слой земли, биогумус так называемый, это главная питательная среда для растений, любых культурных, огородных, фруктовых садов, неважно. Все те почвы, а вы знаете, что самые богатые плодородные почвы это черноземы и мало кто знает, что, наверное, еще даже более богатые это лесовые, так называемые, отложения. То есть то, что ветер разрушает горные породы и откладывает на террасах подветренных в виде мельчайшей пыли, а это минералы, все, какие только в природе существуют, это, ну, будем считать, вторая по плодородности почв. На земле сейчас осталось две группы почв, которые несут в себе практически все минералы. Это значит, что растения, на них выросшие, в своем составе тоже будут нести все микро- и макроэлементы, которые, да, по табличкам, и вот тут мы можем сказать, что это правильно, уже учеными установлены и выверенные таблички, сколько то или иное растение, корнеплод, зерно, фасоль, бобоб, там содержат тех или иных микро- и макроэлементов. Но мы можем сказать, что если это, эти растения выросли на любых иных почвах, то они не содержат то, что теоретически изложено и когда-то практически было замерено, и как в постулаты, в шаблоны записаны в таблице. Почему? А потому что микроэлементы, в отличие от макроэлементов, их мало, и таких, как литий, хром, допустим, селен, жизненно важные микроэлементы, они из почвы очень легко многими растениями высасываются, переводятся в плоды, человек удаляет плоды путем их поедания, запасения, а также срезает ботву, а если эта ботва не на поле остается, перегнивает, а как у нас раньше делали, сену, солома, втюки, подскотину, ну и так далее, сжигали, хотя часть сожженного, конечно, минерала в почву переходит, а часть ветром уносится, например, в соседний лес, значит, в почве минералов уже меньше, тем более с зерном и с продуктами, с плодами. Часть микроэлементов и макро достается из почвы. Но если в почву не идет обновление этих микро- и макроэлементов, то есть извне они туда не поступают, значит, почва каждый год теряет микроэлемент, а значит, плоды, продукты, выращенные на данных почвах, уже содержат в 2, в 3, в 20, в 40 раз, и далее меньше микро- и макроэлементов. Как оно и есть на самом деле. Были исследования, когда на одних и тех же почвах спустя каждые 5-10 лет производились измерения тех же плодов, выращенных там, даже с циклом рециркуляции отдыха почвы, когда высаживается одна культура, другая, потом пятая. И выяснялось, что тех или иных минералов в 5, 10 и даже 20 и 40 раз может быть меньше. И уменьшается это с каждым годом. Вот это вторая по величине проблема современного человека в плане здоровья. Потому что наш организм симбиотический. Мы можем синтезировать даже аминокислоты, не поедая даже аминокислоты. Не говорю уж о высокомолекулярных белках. Потому что наша кишечная микрофлора симбиотическая, если она не замещена патогенной микрофлорой, она может синтезировать аминокислоты все. Все 8 из 8 незаменимых. Все 26 из 26 скоро откроют еще новые аминокислоты. И так далее, и так далее. Витамины, включая В12. Если эта кишечная микрофлора жива, не подавлена и в должном количестве есть у нас в организме, что почти ни у кого нет. Но это другой вопрос. Мы можем из пищи получить аминокислоты, но мы не можем получить ниоткуда минералы, микро- и макроэлементы, кроме как из продуктов питания. Мы их из воздуха или из чего-то там прана не можем синтезировать. Они либо поступят в организм, либо никогда не поступят. Если они не поступают, организм пытается заместить одни минералы другими, но возникают ошибки. И в первую очередь летят гормональные системы организма. Щитовидка, это не только йод, там много проблем. Человек, например, не может похудеть толстый. Он говорит, я уже не ем ничего. У него дефицит хрома. Откуда он его возьмет? Ниоткуда. То есть почвы бедны стали. А теперь давайте, как все это происходит. Смотрите. В природе есть, в экологии науки, просто человек это так назвал, но будем пользоваться понятийным аппаратом, единым, чтобы понимать правильно друг друга. Для этого человек и придумал слова. А вот как процессы идут, это не важно, как человек что назвал. Правда ведь? Просто мы можем, если правильно называть один и тот же процесс своими именами, мы просто будем понимать логистику. Но хорошо, это, кстати, многих путает. Вот говорят, белки нужны человеку, белки, бубу, там значит мясо. Мясо полноценно. А почему нужно мясо? А потому что, и начинают как зомби читать мантры, потому что там все 8 из 8 незаменимых аминокислот, это кто поумнее еще. А если кто-то, типа это же естественно скажет. Что значит естественно? Но это тема отдельная. Я надеюсь, вы, по крайней мере, вы в зале понимаете, что мясо для человека это так же неестественно, как есть картон, стекло, гвозди или что-то остальное. Но пусть чуть-чуть естественнее, но практически то же самое. А для тех, кто нас будет в видео смотреть, дорогие товарищи, ваш протест – это протест перед оправданием своих пристрастий, привычек и глупостей. Если вы захотите понять, а не огульно хаять или выпендриваться, то тогда посмотрите мои видео, которые вот под данным видео в YouTube. Первое, второе, третье. Нажмите «Еще», и вы попадете, откроются ссылочки, и вы посмотрите. И вот если вы их посмотрите, то вы будете знать, что и как происходит, и почему белки высокомолекулярные, то есть животные продукты, человеку не только не нужны, они безумно вредны. И безусловно, тот, кто будет есть продукты животного происхождения, рано или поздно, будет иметь болезни, современные поколения гораздо раньше, чем бабушки. И забудьте, пожалуйста, про бабушек и дедушек. Вы уже генетически искалеченные люди. Это не бабушки, которые могли есть, пить, курить и прожить 95 лет. Но сразу для дураков теперь. И эти бабушки бы прожили не 95, а 120, 130, 140 лет, если бы они это не творили с собой. Я поражаюсь вообще в последние годы, что с людьми творится. Вы знаете, часть начинает людей идти к светлому, то есть к знаниям стремиться, к разуму, к этике, к логике развиваться. А часть людей так зомбируются, и уже идет регресс такой, что они самое главное, это не знание, это нет. Самое главное, что эти люди перестали уметь и учиться не хотят, логически думать. Они не понимают, что такое, так сказать, вообще абстрактное мышление, что такое причинно-следственные связи, что такое вообще разум. Порой это видно по вопросам, по каким-то таким претензиям чуть ли не, так сказать. Вот об этом моя серия, может быть, она вам будет даже интереснее всего остального вместе взятого. А называется эта рубрика «Сосиска в голове». То есть «Сосиска в голове» — это как бы образ, который показывает вот эти вот страшные предрассудки, заблуждения, верования человека, которые он считает не верованиями своими, а чуть ли не за истину. Правда, он не может это обосновать никак, кроме, либо первый вариант — сам дурак, это он так обосновывает такой человек с сосиской в голове, либо он будет говорить «потому что?», а дальше будет «бу-бу-бу-бу». То есть не логика, а бред. Вот для этого я создал, для того, чтобы люди хотя бы думать научились эту рубрику «Сосиска в голове». Но возвращаемся к экологии. Итак, есть группа живых организмов, которые в экологии называются продуцентами, то есть образователями. Продуценты — это живые организмы, которые образуют первичное органическое вещество в биосфере. Что это такое? Ну, биосфера, вы поняли, это самая большая экосистема на нашей планете, которая охватывает всю планету Земля, с ее водной средой, прочей, так сказать, наземно-воздушной и почвой. Теперь, продуценты, 99% биомассы — это растения живые, это водоросли и высшие растения, низшие и высшие. Кстати, аквариумные растения по невежеству люди часто называют водорослями. Нет, с водорослями, нитчаткой, черной бородой, ну это в простонародье, люди борются. Одноклеточные водоросли — это и вглена, хлорелла, спирулина. А что касается, например, и хинодорусов, криптокарин, элладей, ну кто аквариумист, это высшие цветковые растения, такие же, как береза, такие же, как, я не знаю, так сказать, там, папоротник. Они просто относятся к разным отрядам и, как говорится, к классам. Теперь, это чтобы, а некоторые люди даже насекомых считают, это не животные, это насекомые. А насекомые, паукообразные, ракообразные — это классы, которые относятся к типу членистоногих. А они что, не к царству животных относятся, так же, как и моллюски, например, бывают двусторчатые, брюхоногие, головоногие классы, которые относятся к типу моллюсков, а земноводные — это хордовые животные. Класс земноводные, есть класс рыбы, к хордовым кто относится? Рыбы, и пошло-пошло вплоть до млекопитающих животных. Это все относится к хордовым, то есть позвоночным. Ну, ладно, и все это животные. И вот, смотрите, первое царство — это растения, но продуценты еще есть хемосинтезирующие бактерии. Но это маленький-маленький процент, мы будем пренебрегать им. И так растения образуют первичное органическое вещество. И где они его накапливают? Во-первых, в своих телах. Это стволы, стебли, но главное — в плодах и в листьях, и в корневой системе, конечно. Корни мы мало какие едим, но плоды разные. Это как раз то самое высшее, скажем, это высший концентрат, предельный концентрат энергии Солнца и минералов Земли. Это идеальный продукт, как раз созданный природой, или кто религиозный человек, богом или богами, кто во что верит, как раз для человека. То есть это концентрат энергии Солнца и минералов Земли. Это идеальная эталонная пища. А теперь внимание, к чему я все это говорю. Это так все связано между собой. Мы говорим про пищевую цепочку. Она гласит о том, что от первого звена производителей и второго потребителей разных порядков энергия от звена к звену уменьшается. Это еще было известно 30-40 лет назад тем, кто изучал экологию. А значит, это, конечно, уже противоречит с тем, как нам говорят, что мясо это чуть ли не высший продукт, а хищники это не высшее звено в природе. Нет, хищники это низшее звено в природе. Почему? Я сейчас дальше объясню. Следите за логикой внимательно. Итак, первичное органическое вещество образуется продуцентами. Есть такой процесс фотосинтеза. Учили все в школе. Образование органических веществ на свету, используя фотоны света, то есть энергию солнца и вода, растворяя минералы, кстати, неорганические в основном. Запомните, только растение, только тело растения может преобразовать минералы, находящиеся в неорганической форме, и перевести их в органическую форму. А что значит в органическую? А значит в совокупности и в единстве целом со сложными органическими соединениями, жирами, белками, углеводами. Вот тогда, то есть это в хилатной, водорастворимой, органической, ионной форме минералы могут усвоиться только так и никак иначе человеком и любым животным на нашей планете. И не можем мы с вами и животные наши усвоить минералы мертвые, находящиеся в неорганической форме. Поэтому воду надо пить без вот этих вредных карбонатов, сульфатов и так далее. А вот надо получать с продуктами питания, но только с какими мы можем продуктами получить органические минералы? Только с живыми, пока мы их не подвергли термообработке, понимаете? Потому что при плюс 65 минералы выпадают в осадок. Чайник, кто кипятил, видел, что минералы из водорастворимой формы, они меняют агрегатное состояние, они падают в осадок. Любой врач скажет, вы спросите, доктор, а можно это пить, выпить эти осадок, выпить? Он скажет, вы что, идиот, вы же убьете себя, почки посадите там. Правильно, ну мы же варим супы и так далее, и радуемся, думаем, это полезно. Но ведь физика та же самая. Минералы-то меняют агрегатное состояние, это уже неорганические, а неорганические минералы. Итак, ладно, идем дальше с вами. Первичное органическое вещество – листья, плоды, ветки, побеги. Второе звено – это консументы, то есть переработчики первичной энергии. Это кто такие? Консументы – это потребители с латыни. Так вот, первого порядка консументы – это те животные, кто ест растения. Консументы второго порядка – это те животные, кто ест животных, тех, которые едят растения. То есть это хищники первого порядка. Консументы третьего порядка – это те хищники, которые могут есть и консументов второго порядка, других хищников, и первого порядка. И так далее. Это называется пищевая цепь, но на этом она не заканчивается. В конце, какой бы хищник ни был, он рано или поздно будет убит другим хищником, покалечен, умрет своей смертью, например, от заражения крови, от перелома, от голода или погибнет от старости условно. И он, его тело сгниет. Ну, оно может быть частично съедено, но что-то все равно сгниет. Куда это перейдет? Ну, в почву либо в воду. Если в почву, например, то есть третья категория живых организмов в экологической цепочке или, вернее, в круговороте. А вот это называется редуцентами, то есть разложителями. Что относится к группе животных разложителей? Это все микроорганизмы, различные бактерии, почвенные либо водные. Это другие микроорганизмы, одноклеточные и прочие, тоже водные, либо в почве находящиеся. И это, конечно, черви. Те самые, без которых, опять-таки, вернацкие не только говорили, не может существовать жизнь на Земле. Это правда. Значит, так вот, а где у нас хищники стоят в этой круговороте? И, кстати, почему же это круговорот? А потому, что то, что сгнило, упали листья дерева по осени, их бактерии, почвенные организмы, черви переработали до органических микроскопических частиц. Это и есть биогумус, прошедший через кишечник червя, обработанный микроорганизмами, которые у него в кишечнике в том числе находятся. И это идеальный плодородный субстрат. Но эти вещества куда дальше идут? Они растворяются в воде, идут нижние слои почвы и оттуда корневой системой растения забираются для дальнейшего круговорота, для построения своего тела растения, листьев, накопления плодов. И идет этот цикл. Часть энергии и строительного материала поедают животные, и это идет, переносится в другие части территорий, суш, водных сфер. А часть идет, падает и формирует подстилку лесную в виде биогумуса. Большая беда, когда вырубают леса бездумно. Тогда вода смывает верхний плодородный слой, почва становится бесплодной. Вода уже, влага в почве не конденсируется, не накапливается, не аккумулируется. Но меньше. Поэтому быстрый паводок, снег растаял, дожди все смыли, реки стали полноводные, а потом становятся, мельчают. И у нас тенденция в последние годы во всем мире, мельчают реки. И причина здесь не в том, о чем Стерлигов говорит, кто знает, кто это такой, что там нефть выкачали и так далее, и туда вода уходит. Я ему это говорил лично еще чуть ли не 10 лет назад, когда у него эта фишка только полезла из головы. А ледники тают, Антарктида тает, у нас мировой океан повышается, а круговорот воды существует в природе. Вода испаряется, она дождями проливается. Да вон вся Тверская область, Псковская была затоплена два года подряд. А проблема-то в другом. В том, что лесов практически нет. И эти миллиарды кубометров воды не накапливаются эти полгода летнего периода в почве. И плавно-плавно верховые болота, низовые отдают эту воду. А они уже не отдают. Отдали быстро и все. И поэтому-то и мельчают родники, ручьи, а дальше реки. Вот в чем причина. А воды-то много. Она как была, так и есть. Подземные и реки существуют, и озера. И жидкость одна ушла, другая пришла. А уж если ледники тают, то уже на 20 сантиметров поднялся мировой океан. Что, воды нет в океанах и есть, а в реках я объяснил, почему нет. Так вот, надо просто знать науку, которая называется экология. Это фактически объединение биологии, физики, химии и логики. Вот что такое наука и экология. И поэтому, если человек поймет, как все устроено в природе, он будет разумным человеком, а не только умным. Человек может быть академиком 10 академий наук. Он может быть при этом умным человеком. Но это не значит, что этот человек разумен. Потому что ум – это знание, накопление знаний. А умение анализировать то, что ты знаешь, и делать адекватные, здравомыслящие выводы, логические, выверенные – это быть разумным человеком. И это разные вещи. Итак, хищники, львы, тигры, то, к чему стремятся глупые люди, как бы, ну как, не то что стремятся, а в пример приводят, что вот, мол, вершина, так сказать, какой-то пищевой цепи. Подождите, подождите. Я только что рассказал про пищевые цепи. Это круг, по сути. Так где же там вершина? Так редуцент – это вершина. Они перерабатывают все потом до того, с чего начинается круг заново. А значит, тогда это бактерии, черви. Ну давайте тогда себя с червями сравнивать. А на самом деле хищники стоят на предпоследней ступени. Это консументы третьего, четвертого, там и так далее порядков, которые получают из первозданного продукта, созданной природой, где самая высокая концентрация энергии и минералов, меньше, меньше и меньше вещества и энергии. Но при этом получают больше, больше и больше тяжелых металлов и других токсичных отравляющих веществ. Вот это надо знать. То есть пищевой цепи передается все так. Энергии от звена к звену меньше, а накопление тяжелых металлов, свинца там и прочее больше. Поэтому рыбы хищные, например, поражены в большей степени не той же ртутью, например, как сейчас ловят тунца в Мировом океане, а с Амазонии смывается ртуть, потому что эти сволочи, которые губят свою природу и мировую природу, они добывают золото, микроскопические частички, чтобы растворить, а потом выжечь ртуть и скоагулировать золото. Они смывают все это в микроручьи, реки, промывают этими механизмами, все это идет в реки и в моря. Дальше планктон, планктоном, это фитоизоопланктон, микроорганизмы, да? Дальше ими питаются малюсенькие мальки рыб и прочих. Этих рыбок едят большие, большие хищники, и хищники накапливают в себе больше всего отравляющих концентра. Поэтому когда вспомните такое, наверняка вы все слышали, что какой-то умник очередной, который пытается любой ценой, даже ценой попрания здравого смысла, оправдать свою любимую сосиску в брюхе своем, он говорит, например, ну вот овощи и фрукты, они же нитратные. И, блин, этот идиот из этого делает вывод, что типа по его мнению, значит, надо есть мясо. Так вот теперь вы скажете, дорогой дружок, мясо накапливает в себе во много раз больше, гораздо более вредных веществ, тяжелых металлов, радиации и так далее, чем, ну, например, криптон-84, такой радиоактивный газ-элемент, он накапливается в жировой ткани животного, ни в ином масле, ни в семечках, злаках, он накапливается в жировой ткани животных, а выделяет его все атомные станции мира. Да, вот это вот такой момент. Теперь смотрите. Итак, мы поняли с вами, что любой хищник накапливает в себе отравляющих веществ больше, а энергии получает меньше. Поэтому многие антилопы, какие-нибудь там по прериям, так сказать, стада бизоны, они могут, если их, например, хищник не поймает, пробежать дольше при той же скорости и темпе. А тот же гепард, самое быстрое животное на планете из млекопитающих, да, оно, например, может только 2-3-5 минут с этим темпом пробежать. Теперь смотрите, что еще я вам хочу сказать. То есть выносливость у веганов, ну, если так говорить, то есть у животных растительноядных, а для еще умников, я скажу, человек не травоядное существо. Не надо этот бред нести этим, как бы язвительно подкалывая нормальных людей. Человек также, конечно же, не хищник, и тем более не всеядное. Всеядное – это то большой бред, заблуждение, основанное на том, что мы типа можем съесть что угодно и вроде живы. Но это факт, но это не говорит о том, что мы всеядные. Многие животные в природе, имея четкое видовое питание, могут съесть ту пищу, которая не свойственна данному животному. Но это пища. Они будут жить, но они будут меньше жить, болеть и быстрее стареть и умирать. И это факт. Для человека видовое питание – плоды. Мы плодоядные. Это четвертая группа. Четвертая по типу питания живых существ. Мы – плодоядные существа. Мы должны есть концентрат энергии, солнца и минералов Земли. Это абсолютно коррелируется с логикой, здравым смыслом, нашей морфологией, то есть внешним строением человека, нашей анатомией, нашей биохимии, с логикой и прочими-прочими науками и просто здравым смыслом. Итак, мы плодоядные. Я вот вам поясню один момент. Смотрите, вот на Аляске и у нас на Востоке идут вверх по рекам, чтобы отложить икру лососевые породы. Лосось в конце своего пути погибает. Но эти миллионы лососей – это тонны, тысячи тонн каждый год. Животные, медведи, волки. Но волки, например, едят не всего лосося. Они понимают, чувствуют или по крайней мере так есть. Они едят только самую жирную часть – головной мозг. Там, как правило, паразитов нет. Они не едят из-за паразитов. Медведи сквозь прошпигованы паразитами, включая трихинеллу, которыми поражены многие свиньи, и кабаны лесные, и домашние свиньи. Это страшно опасно. Но не в этом суть. Они берут и оттаскивают, делают себе буквально на несколько километров от рек. Они оттаскивают, делают заначки, едят, ну, понятно, испражняются. Эти миллионы тонн в год на огромных территориях удобряют те самые хвойные, как правило, растения. Там почвы почти нет. Там почва буквально слой 10, 15, 20 сантиметров. И живы, и именно пышная растительность, ели, в основном ели, как раз где? В тех местах, где километра два ширины от рек. Как раз где вносят. То есть животные как бы помогают лесу. А лес – это их дом. Это примитивная схема, примитивнейшая, как бы, чтобы понять и дальше самим думать, что такое пищевые сети, и что такое вот эта вся сложность взаимоотношений в организмах в биогеоцинозах. Вот это как раз этим и занимается, на самом деле, наука экологии. Кстати, еще маленькая ремарка. Зоопарки. Многие думают, задача зоопарков показывать людям, как животных, вот детям. Это глупость. У зоопарков есть устав. И есть прописаны вообще, вот что такое зоопарк. Зоопарк – это места, это территории, это работа научная. По сохранению редких и исчезающих видов животных и программы по выпуску их в природу. Вот задачи зоопарков. Все, точка. Все остальное – это, еще раз, производные. Заодно можно показать людям, заодно и дети пусть смотрят, но это никакого отношения к задачам зоопарка и цели не имеет. Понятно, да? То есть зоопарки – сохранение, разведение и выпуск в природу, сохранение природы редких и исчезающих видов живого. Точка. Так вот, заканчивая, я что скажу? А что же, как же в современном мире, спросит меня, так сказать, получить нужное количество жизненно необходимых микро- и макроэлементов? И я скажу, что самый простой способ, над этим, кстати, 40 лет ученые мира, бились многие, наша плазма крови по соотношению минералов друг к другу в процентном отношении, это почти эталонно-океаническая вода. Но там минералы неорганические, они не могут усвоиться. Понятно, пить ее нельзя, но вы это знаете. А вот водоросли многоклеточные, сложные, накапливают в себе все эти минералы в той же пропорции, но если вы их будете есть, вы не получите эти минералы, даже если они не будут сушеные выше там 70 градусов, потому что у нас нет той ферментной базы у организма человека, которая способна переварить и выделить из этих переваренных компонентов эти минералы. Сложная многослойная клетчатка из особых состоящих углеводов, фактически это то же самое, что древесину есть, не можем усвоить, но есть нюанс. И над этим 40 лет ученые думали, кто-то кислотой травил оболочки, температурно, но минералы-то разрушаются. И только вот один человек, мой коллега, доктор наук Саван, у меня с ним видео есть, посмотрите, у меня в ютубе, прямо из Наукограда, пущенном из Академгородка, все это показываю. И мое видео 10-минутное, я сейчас только в завершении скажу, был изобретен вот этот фукус. Ну, фукус это водоросль, в Белом море она находится, многоклеточная. Но есть ее просто так бессмысленно. А вот специальная СО2-вакуумная экстракция, технология, которую создал этот человек, позволяет в хилатной, водорастворимой, органической ионной форме получить все микро- и макроэлементы, которые только человеку нужны, и усвоение близкое к 100%. Это то, это почти панацея. Ну, почти, потому что бывают чудеса, когда за 2-3 недели, обычно 3 месяца на это надо, но бывает за 2-3 недели. И таких примеров, даже среди известных людей, даже сыроедов, кто у меня это брал, есть такие примеры, когда за 2-3 недели проходят узлы в щитовидной железе, которые годами не могли люди вылечить, диффузный зоб. Но обычно это 3 месяца на это надо. Какое потребление? 4-5 банок на одного взрослого человека в месяц. Значит, как потреблять? Что все написано? Два видеоролика есть у нас. Они есть, продаются, пожалуйста. Ну, а грибные препараты, это то, как раз грибы, высшие бездельные грибы, чем лечили тысячелетиями и у нас в стране, и в Индии, и вообще в разных азиатских странах. Ну, а на Руси, так про это прописано даже в церковных книгах, старых лечебниках. Поэтому, а еще раньше, те знания, которые у славян были, во многом утрачены, но они все-таки сохранились и мы все больше и больше каждый год узнаем о лечебных свойствах грибов и трав и, конечно, комбинируя эти уникальные дары природы, действительно, воистину, и ягоды, мы можем лечить практически любые болезни. Это естественно, а иначе бы, я еще раз говорю, просто не было бы природы и нас с вами, как части этой живой природы. Вот главное нам не губить эту живую природу, а гармонично жить, существовать, улучшая ее. Кстати, у меня последняя заверша есть такой проект, называется он о создании природного лесного заповедника. Это мой самый, наверное, главный в жизни, я считаю, проект, который я сейчас начинаю воплощать. Посмотрите, это интересное видео у меня на канале, в ютубе, подписывайтесь на мои каналы, на мои сайты, потому что будут приходить рассылки и уведомления о новых видео, либо рассылки о новинках, технологиях, и вы будете в курсе. Ну, всего вам самого лучшего, до свидания, до встречи.